Больше таких нет и вряд ли будут. Последний герой – Uber-флагман от Xiaomi с IPS, дисплеем и без выреза в экране. С тех пор все флагманы выходят только с AMOLED-экранами и данный телефон я взял конкретно для себя. Это не обзор, а мнение. Стоит ли? Ведь подойдет такой смартфон далеко не всем. Вот я и хочу просто показать все за и против прошлогодних флагманов и почему это мой выбор. Поехали! Начнем с плюсов, потом перечислим минусы. Первый плюс – это, конечно же, цена. Я взял его на распродаже 11.11 за 217 долларов, с кэшбэком вышло 215. Хотя можно было бы и за 210 урвать, я просто не успел. И это за 6 128 гиг памяти. А еще год назад глобалка стоила около 500 долларов в наших магазинах. На почте снял распаковку и всем это советую делать. Что можно было купить за эти деньги? Глобальный Redmi Note 8 Pro, например, на те же 128 гиг. Он кое в чем уступает, кое в чем превосходит. В общем, за 220-260 долларов можно брать Mi Mix 2S, если без акций. Второе – это дизайн. Конечно, дело вкуса. Но кому может не нравиться симметричный экран на 6 дюймов с умеренными скруглениями без вырезов. Кстати, уже успел наклеить стекло. И еще вот такой чехол идет прямо в комплекте. И соотношение сторон, по-моему, оптимальное. 18 к 9. 19, 19,5 к 9 – это уже, по-моему, перебор. Такие смарты уже слишком вытянуты и в кармане не так удобны. Задняя крышка, как зеркало из керамики и металлические торцы. С виду очень стильно. Окантовка камеры в стиле 10-го айфона также подчеркивает премиальность смартфона. С виду то, что нужно. Хотя, стоп. А как же 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Камер сразу непорядок. Разве что в толщину можно было чуть поменьше. Видимо, в 2018 году это был предел, учитывая такие тонкие рамки. Динамики у микса хоть и не самые громкие, но зато стерео. И это тоже, безусловно, является плюсом. Сам дисплей IPS, что немаловажно. Лично я отдаю предпочтение именно IPS матрицам. Хотя это дело вкуса. Но здесь нет такого шим, как у AMOLED. И плюс в игрании ему тоже не грозит. Вот что очень важно для меня, как для владельца. И, кстати, разрешение у нас Full HD+. Но в приложении YouTube уже доступен просмотр видео в 2К и даже в 4К. Если видео качественное и включить его в полном разрешении, картинка просто потрясающая. Еще один немаловажный аргумент и плюс это Snapdragon 845. Это флагманский процесс 2018 года. И ожидаемо, игры и приложение не поспевает за мощью. Хотя мощь также нужна. От этого зависит не только качество графики в играх, а и, например, работа камеры. Здесь есть возможность писать видео 4К 60 кадров. Именно благодаря такому процессору. А в Antutu это почти 350 тысяч баллов, что впечатляет. И современные средние процессы Snapdragon 710-730G будут уступать ветерану 845. Хотя при этом будут выигрывать в тех процессе. Если взять игры, то в тяжелых танках со всеми HD текстурами, со всеми настройками на максимум, включая анизотропную фильтрацию и остальное, игра спокойно выдает 60 кадров. Все остальные будут также летать. С играми проблем не будет. Еще один плюс это камера. По сути то, ради чего я его и взял. Тут два модуля, причем нужных, а не маркетинговых. Основной IMX 363 плюс телефото от Samsung для оптического двухкратного зума и портретов. Здесь нет макромодулей, сверхшириков и других, только самое основное. И разрешение 12 мегапикселей. Кстати, а вы знали, что основной модуль это есть ширик? Сверхширик это уже больше для баловства. Хотя иногда может кое-где и пригодиться. Но если основной модуль уже дает искажения и дисторсию по углам, то что уже говорить о сверхширике? Больше правды вообще будет на фото с более длинным фокусным расстоянием, то есть у телевика. Потому именно на телевик нормальные смартфоны делают портреты, чтобы избежать дисторсии, то есть искажения вашего прекрасного лица. А если нужно больше правды, например в архитектуре, ровные линии и так далее, тоже лучше фоткать на телевик. Фотки получаются довольно приличные, даже в плохом освещении. Это я еще не ставил гугл камеру. И еще один козырь. Это оптическая стабилизация, которой напрочь лишены очень многие современные смарты. Ведь на этом часто экономят, ставив взамен много не всегда нужных модулей. Для видео стабилизация это очень важно. Я могу делать плавное движение без мелкой тряски. Вот как сейчас даже ночью. И получается красиво. Электронный стаб в свою очередь ухудшает качество картинки, делая картинку кашеватой, особенно в движении. Ведь там происходит кроп. И часто при 4К в смартфонах вообще нет стабилизации. Как в том же Redmi Note 8 Pro. А в Mi 9T Pro в 4К 60 кадров тоже, представьте, нет никакой стабилизации. Ни электронной, ни оптической. А это же флагман. Потому на Mi Mix 2S можно снимать неплохие видосы. Для этого, собственно, я его и взял. Чтобы для канала можно было что-то снять, если под рукой не оказалось камеры и не было стыдно показать. Качество картинки будет схожим с тем же Mi 9T Pro. Mi Mix 2S единственное в динамическом диапазоне будет ему чуть проигрывать. Там все же модули свежее. В целом, за эти деньги основные камеры зачет. Ну и еще один плюс. Он напичкан всем, чем только можно. NFC, быстрая зарядка, беспроводная зарядка, дуал Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и все возможные бенды LTE. Даже в китайской версии. И вообще все летает. Отпечаток пальцев распознает очень быстро. И по лицу, кстати, тоже. А теперь минусы. Первый и самый главный. На рынке уже нет глобальных версий данного смартфона. Почему Xiaomi так мало их выпустили, неизвестно. Ведь спрос есть до сих пор. Найдете, нужно брать. Мне же пришлось брать китайца. А у него разблокирован загрузчик продавцом и установлена была глобальная прошивка. Заблокировать нельзя, ибо получим кирпич. С разблокированным загрузчиком не работает NFC. Если NFC не нужен, тогда и проблем нет. Я же постоянно им пользуюсь. Потому принялся курить форум 4PDA. И долго танцевал с бубном. Потому и говорю, чтобы не было подводных камней со смартфонами Xiaomi, берем глобалки и не паримся. Я бы лучше, если честно, переплатил, чем сидел сутки над ним. Время дороже. В общем, путем проб и ошибок я понял, что есть вариант запустить NFC. Нужно ставить локализированную прошивку. Я поставил сначала Xiaomi EU. Но там еще патчер пришлось ставить от Mirum для работы NFC. Ну и хотелось еще что-то другое попробовать. Вот и попробовал еще Mirum. И оплата с Google Pay заработала сразу без каких-либо дополнительных патчей. Причем никакой рекламы, как на Global. В общем, в сюжете прошивать нет смысла. Он не про это. Я просто в описании оставлю ссылку на пошаговую инструкцию от Mirum. И кто захочет, сможет запустить NFC. Только от себя скажу, что подключайте к ПК через USB 2.0. На 3.0 у меня выдавало ошибку. А после всей процедуры прошивки нужно еще перезагрузить, перед тем, как добавлять карты для NFC. Второй серьезный минус – автономность. 3400 мА для такого процессора – это мало. В том же Mi Note 3 3500 на 100 мА больше при меньшем экране. А тут и проц, и экранище большой. Короче, не умели или не хотели еще год назад все так уменьшить, чтобы уместить хотя бы 4000 мА со всем этим железом. Так, при просмотре видео с YouTube через Wi-Fi на яркости 75%, он садится на 7%. Мерил раза 3. 3-4% – это хорошо. 5-6% – это средний показатель. А вот 7 – это уже немного многовато. А в играх больше – целых 14% за 30 минут на максимальных настройках, что тоже не мало. А так, на прошивке от Mirum с MIUI 11 неплохо держит, нет сильного жора. Оп, ребята, живая вставочка. В общем, смотрим статистику. 3 часа 53 минуты экрана. В этой прошивке есть такая статистика. И это за сегодня. И заряда остается 49%. То есть на 6 даже больше часов экрана его хватит. Так что если пользоваться нормально, то есть обычно на день его точно будет хватать. Так что можно даже сказать, что автономность удовлетворительная. Не супер, но более-менее нормальная. Ну и быстрая зарядка, кстати, тоже решает. Еще один минус – это фронталка. Всего 5 мегапикселей и снизу. Но это такой субъективный минус. Я, например, не инстаграмер и мне не нужно миллион фото на фронталку. Но так качество, я бы сказал, даже и неплохое. Я думал, будет хуже. Еще у нас нет выхода по 3.5 миниджек. И нет инфракрасного порта. Нет влагозащиты. Вот еще парочка минусов, которые для кого-то могут быть критичными. Вот по сути и все. Постарался выделить главное и по сути. Есть еще относительно недорогой Mi Mix 3. Даже глобалку еще можно встретить. Там слайдер и AMOLED дисплей. И мой друг, который пользуется им, доволен на все 100%. Фронталка, кстати, там бомба. А слайдер, который многих пугает, служит без вопросов. Вот, друзья, что нужно сегодня знать о нем. Достойном флагмане из прошлого. Я доволен смартом, хоть и навозился с прошивкой изрядно, пока искал правильный способ. И теперь вы точно знаете, подходит вам такой вариант или нет. Совокупность факторов, таких как отличный IPS дисплей, отличная стабилизация в камере и сама камера хорошего качества, отсутствие выреза в экране, очень хорошее железо и цена. Вот, что для меня сыграло важнейшую роль и победило его минусы. Цены можете посмотреть в описании, добавлю в магазин, где брал. А с вами был Smart Plus и всем пока, друзья. Ребятки, живая вставочка. Недавно обновились в сервисе Google и сам Google Ассистент. И вот теперь, когда даже в заблокированном состоянии смартфончик лежит на столе, к нему можно обращаться с просьбами. Например, окей, Google, выключи свет в комнате. Окей, свет в комнате. Выключаю. В общем, мой предыдущий смарт так не умел и мне очень нравится. Причем слышит, кстати, очень даже хорошо. В разных уголках дома можно общаться. В общем, очень удобная фишка. Рекомендую.